Пришло время снова принять красную таблетку, и это может означать начало чего-то важного. Летом 2019 года Warner Bros. объявили, что готовится новый фильм Матрица, и с тех пор люди задаются вопросом, может ли франшиза в конечном итоге выйти за рамки одной новой части? Что ж, согласно недавней статье We Got This Covered, пока ещё не названный фильм действительно превратится во вторую трилогию Матрицы. В статье также указано, что, и пускай Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс возвращаются к своим ролям Нео и Тринити для нового фильма, пока неясно, вернутся ли они и на следующие два. Конечно, стоит напомнить, что на данный момент это всего лишь слухи. Тем не менее, возможность новой трилогии Матрицы провоцирует вопрос – стоило ли пересматривать франшизу не для одного, а для целых трех новых фильмов? Как широко сообщалось, Лили Вачовски, которая вместе со своей сестрой Ланой создала франшизу, не будет принимать участие в предстоящем фильме. Как сообщили Decider ещё в августе 2019 года, она не указала причину отказа от работы над Четвертой Матрицей, но, похоже, что в данный момент она не чувствует особого вдохновения в жанре научной фантастики. Она объяснила, «Мой агент продолжал мне присылать много научной фантастики. Отлично. Научная фантастика – это хорошая штука, вы можете говорить о многих вещах. В научной фантастике всегда есть сказочный подтекст, но с момента моего перехода я не очень заинтересована в подтексте» Как вы, наверное, знаете, снимали Матрицу ещё братья Вачовски, но они оба стали трансгендерами. Лили в 2016 году, а её сестра Лана чуть раньше, в 2012. И пускай в наши дни Лили несколько разочарована в научной фантастике, ей, как сообщается, очень нравится идея Четвертой Матрицы, даже если она не принимает участие в её создании. В августе 2019 года она сказала слэшфильм, «Мне нравится, когда истории выходят в мир, а потом возвращаются к тебе уже иными. Я имею в виду, в этом и заключается смысл рассказывания историй. Я – часть чего-то большего. У меня нет никакой собственности над такими вещами, как это, так что любую историю, которую кто-нибудь хочет рассказать, я захочу услышать. Я надеюсь, что Четвертая Матрица будет лучше, чем оригинал» Конечно, улучшение оригинальной Матрицы – довольно сложная задача. Более того, даже первые два продолжения не дотягивали до уровня первой части. Между тем, усталость от франшизы – очень реальная вещь, и нельзя её списывать со счетов. Как вы помните, к моменту выхода Матрицы Революция люди уже устали от франшизы Матрицы. Посмотрите на мрачные рецензии на этот фильм. Но после двух долгих десятилетий, проведенных вдали от Нео и его соратников, фанаты полностью готовы вернуться в Матрицу. Но будет ли четвертый фильм достойной главой в саге, ещё неизвестно. Промахи и провал новой трилогии Звёздных войн, ровно как и трилогии приквелов, могут послужить предостережением, которое стоит учитывать, создавая новую трилогию из ниоткуда. Конечно, студия наверняка заработает миллиарды, но время покажет, как будут восприниматься новые части в контексте наследия первоначальной трилогии и какое наследие оставят сами. Что касается грядущего фильма Матрица, то Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис и Яхья Абдул-Маттин Второй уже наняты на сверхсекретные роли, и ходят слухи, что Маттин играет более молодую версию персонажа Лоуренса Фишбёрна – Морфеуса. Если это так, то, возможно, нам стоит готовиться к сложному, запутанному и взрывающему мозг сюжету о путешествии во времени. Между тем, новая волна персонажей оставляет дверь открытой для дальнейших сюжетов. Время покажет. Еще в сентябре 2019 года Киану Ривзу удалось оценить новый сценарий Матрицы, и в интервью Entertainment Tonight он сказал, – Это очень амбициозно, как должно быть. Мы надеемся, что Четвертая Матрица будет не просто паразитировать на идеях прошлых частей. В конце концов, миру нужны чувственные космические рейвы. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!